Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи Илья Коровин, Союз трейдеров, ответы на вопросы. В рамках этого эфира вы можете задавать вопросы относительно трейдерской организации, Союз трейдеров в отношении финансовых рынков, других актуальных вопросов и тем, которые возникают в нашей жизни как трейдеров и участников рынка в самых разных качествах. И Илья Коровин, наш коллега из Калининграда, уже с нами. Илья, приветствуем вас! Доброе утро! Приветствуем! Все, коллеги, ваши вопросы в чате можно написать, ну а я, пользуясь служебным положением, хочу задать три вопроса, которые... Наверное, два все-таки вопроса, тоже слишком много будет, да? Которые даже хочу показать. Ну, прежде всего, коллеги, вы помните, что мы писали письмо в Банк России, поступил нам ответ, давайте мы его вспомним, значит, они отвечают на имейл, откуда пришел, ну я, естественно, по имейлу. Ну вот нам написали, что вы помните, я предложил разделить список на три, чтобы не один, как бы не в общей куче были всякие финансовые пирамиды и уважаемые брокеры, зарегистрированные в приличных странах. Ну и вот ответили нам, что выражают благодарность за ваши инициативные предложения, сообщают, что они будут рассмотрены на предмет возможного учета. Подпись очень характерна. Заместитель начальника управления пресечения недобросовестных практик Департамента противодействия недобросовестным практикам МК Афанасьева. То есть женщина возглавляет у нас управление пресечения, само по себе название прямо такое серьезное. Ну а вам... Заместитель, там Валерий Лях возглавляет, ваш хороший знакомый. Да, 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 я знаю, да, но он известный человек, но я обращаю внимание, что она не заместитель Ляха, она есть внутри департамента, есть управление, так вот она замначальника управления. У нее еще начальник есть, да, просто название управления, управление пресечения недобросовестных практик, вот такое очень серьезное, тем более для женщины. Ну понятно, друзья, что речь идет об обращении в суд, прокуратуру и так далее, так далее. Силового подразделения в Банке России, по-моему, еще нет. Мне кажется, это единственная крупная российская структура, где нет своего силового подразделения. Но я думаю, что генпрокуратура и суды не справляются со своими, так сказать, функциями. Илья, мой вопрос с вами в связи с этим. Я, ну, понимаю, что это отписка, мне 15 лет как бы, да. Но вежливо. Да, вежливо, культурно, уважаем, так далее. Вот, на ваш взгляд, но я знаю, что есть и другие обращения на эту тему, многие выступают, что надо разделить лист на три части. Ту идею, которую мы с вами тогда обсудили, я ее отправил месяц назад, поддерживают многие, причем в разных вариациях. Это как бы мысль появилась у многих людей одновременно, потому что, естественно, связывать нелегального кредитора, финансовую пирамиду и уважаемого брокера из США, например, ну, совершенно недопустимо. Вот, на ваш взгляд, ваше мнение личное, вот из того, что вы за последний месяц услышали на эту тему, пойдет Банк России на все эти предложения разделить список на три? Или так оставить единым списком? Как вы думаете? Ваше личное мнение, естественно. 50 на 50. Нет, ну, есть в ту и в другую сторону, да, признаки. Ну, во-первых, действительно, очень многие высказались на эту тему, примерно в одном русле. В принципе, Банк России мог бы прислушаться к такому единодушному мнению. А с другой стороны, уже достаточно много времени прошло, как-то новость подутихла, вот уже никто особо не обсуждает, поэтому, может быть, ничего делать не будут. Я помню. Все как обычно, все как в трейдинге, 50 на 50. Учтет и не учтет. Ну, если, например, еще будут какие-то обращения, еще раз эта тема всплывет, там, да, ну, может быть, второй раз уже задумаются серьезнее. Вот так. Я помню. Пока, это самое, не... Как это корректно сказать? Ну, пока они петух не клюнят, да, там? Я понял. Все эти другие есть пословицы, да? Дальше... Надо толкать, в общем. Вот, под лежачий камень вода не течет. Вот, хорошая пословица. Да, да, да. Вот, толкать надо, но осторожно, а то все-таки управление пресечения, как бы нас там не пресекли, знаете. Тоже надо осторожно все, без надоедливости. Ну, надо подумать, конечно, как это может быть. Понятно, что даже если учтут, то это песня не одного месяца, но посмотрим. В общем-то, эту тему, я думаю, будем продолжать. Ясненько. Другой документ, Илья, хочу обсудить, это, тоже его бурно обсуждают, конечно, 1 июля президент России подписал указ, федеральный закон, который вступил уже в силу, а вернее, вот именно здесь нюанс, ну, он подписан, федеральный закон, в двух словах, буквально, я думаю, что вы, так, о чем она засветилась, я вроде бы не хотел засветить, сейчас, секундочку остановлю, еще раз. Хорошо видно было. Да, 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 нет, у меня почему-то синим засветилось, и я не понимаю, почему, побоялся, что у вас тоже пойдет так же. Вот все, федеральный закон, друзья, 250 ФСР, запомните это название, называется он так, как называются многие законы, ни ярко, ни просто, о внесении изменений в отдельные законодательные акции, акта Российской Федерации, но подать его можно будет вычислять, 1 июля, президент подписал, 21 года, естественно. Так вот, здесь несколько дополнений, значит, законы, я открою закон, ну, тут против всяких финансовых пирамид, в рамках вот этого решения Банка России, против всяких финансовых пирамид выступлений, я специально так, кому надо, в записи может посмотреть. Ну, и одно только дополнение, которое прямо имеет отношение к нам, значит, вот в свете всех этих списков и так далее, борьбы с незарегистрированными брокерами, статья 6.1 добавляется в закон о рынке ценных бумаг, в рамках которого Банк России вправе обращаться в суд, нет, 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 это статья, которая сейчас есть, обращаться в суд, а ее дополняют статьей 6.2. Значит, председатель Банка России и его заместители вправе направить в Генеральную прокуратуру Российской Федерации Уведомление о распространении в информационно-коммуникационных сетях, в том числе сети интернет, информации о возможности получения банковских услуг, смотрите, здесь не только трейдинг, тут вообще банковские услуги, получается, что и банки, зарегистрированные в России, не могут предлагать и рекламировать свои услуги в России тоже. Страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, ну а помним, что Форекс весь отнесен к закону о рынке ценных бумаг, то есть здесь и ценные бумаги, и Форекс, а также услуг, связанных с привлечением или размещением денег, средств юридических и физических лиц, распространяемых с нарушением законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения на финансовом рынке и содержащих сведения о получении указанных услуг со стороны лиц, не имеющих права на их оказание в соответствии с законодательством Российской Федерации. Дальше там пунктов еще есть несколько, но к нам они не относятся, в основном с финансовыми пирамидами борются. И также важный пункт звучит, что закон вступает в силу с 1 декабря. То есть вот из того, что мы с вами услышали и увидели, мы видим, что дополняется закон о рынке ценных бумаг просто правом обращаться в Генеральную прокуратуру. Ну а дальнейшая процедура, друзья, такая, ну просто из практики. Генпрокуратура пишет представление в Роскомнадзор с просьбой заблокировать такие-то, такие-то ресурсы, потому что она нарушает то-то, то-то, то-то. Роскомнадзор обычно отправляет письмо в эту организацию, брокеру, и пишет, что у вас какие-то, такие-то нарушения, устраните. Вот я, насколько знаю, всегда они пишут эти представления. Но опять же, так сказать, надо все уточнять. И если человек не устранил брокер, то его, значит, уже там какие-то решения в отношении, прежде всего, отношения его принимают, прежде всего, по блокированию сайта. Вот это новация, то, что теперь Банк России может без судебного решения, вне судебный порядок, если раньше в законе был прописан судебный порядок, обращается в суд. А здесь он может обратиться в Генеральную прокуратуру во вне судебном порядке, и Генпрокуратуру через, естественно, через Роскомнадзор блокирует. С 1 декабря вот такое будет правило. На мой взгляд, Илья, ничего принципиального, кстати, этот закон, друзья, все можете скачать в документах, называется он ФЗ-250, для будущих, так сказать, изучить повнимательнее, ФЗ-250, последний пункт документов. И, ну, я взгляд, ничего принципиально нового не произошло, потому что ничего не дополнило в части запретов. То есть части запретов, которые уже были, ну, что это были, с 1 января 2016 года, кому интересно, нельзя, значит, давать рекламу на русском языке, то есть выдачу Яндекса в Гугле, прежде всего, в сети интернет, и, как мы это выяснили в инновации недавно, нельзя иметь русского сайта. Мы не будем спорить. Русский сайт, находящийся в Германии, это услуга на территории России или нет, это уже, не важно, Банк России требует и, судя по всему, будет требовать. То есть два условия. Не рекламироваться на русском языке, в выдаче, особенно поисковику, и убрать русскоязычный сайт. То есть формально ничего нового, просто новый упрощенный механизм, и опять же, вступающий в силу с 1 декабря. Вот на мой взгляд, Илья, все очень цивилизованно. И почему-то некоторые думают, что я буду против. Ну, с чего? Мы на E-Trade TV, у нас рекламы нет, обзор рынков разрешен законом. Наоборот, в какой-то мере Банк России ограничивает иностранцев и создает некоторые новые возможности для российских, так сказать, участников финансового рынка. И тем более, что мне нравится еще, что с 1 декабря все это переносится, кому нужно подготовиться, изменить свой сайт, еще что-то. Времени, 5 месяцев достаточно. Как вы оцениваете вот эту ситуацию, этот закон, который вступает в силу 1 декабря? Вот я сейчас смотрю как раз положение по Роскомнадзору, потому что у меня-то практика тоже была с Роскомнадзором, но она была немножко другой, она была все-таки судебной. Потому что когда там был на меня накат в 2016 году, клевету всякую распространяли, нам пришлось чистить эту всю историю. То есть мы обращались к сайтам, кто это все распространял, 5 сайтов там, от этого участвовал, 4 сайта сами всю информацию убрали, 5 сайт уперся, хамил моим юристом. Ну, мы пошли в суд и через Роскомнадзор его закрыли. Но там был суд. Сейчас я смотрю положение Роскомнадзора, здесь действительно есть разные виды информации. По каким-то видам информации он имеет право во вне судебном порядке закрывать информацию. Это там порнография всякая, экстремистский характер, наркотики, суицид. А вот по клевете как раз через суд. И ряд еще информации. Поэтому здесь, ну, вот тоже есть нюансы. То, что в прокуратуру отдалют, потом прокуратура идет Роскомнадзора, возможно, все-таки там не будет автоматический досудебный порядок. Возможно, будет еще и судебный. Ну, это чисто так, по процедурным моментам. А что касается в целом, ну, я тоже не вижу никаких проблем особых, потому что у ЦБ и так был достаточно большой список организаций, куда они могли обращаться и спускать информацию о нарушениях, по крайней мере, во все правоохранительные органы, в МВД, там, в управление и так далее. То есть мы тоже это проходили, мы писали в свое время там жалобы на брокеров в ЦБ и жалобы передавали в правоохранительные органы. Ну, сейчас добавится еще прокуратура. Роскомнадзор, я так понимаю, ну, наверное, тоже была возможность, только не через прокуратуру, а напрямую. Просто они сейчас занялись сайтами, да, раньше это было не так явно. Сейчас это вот стали вписывать. Вот, ну, и посмотрим, насколько это все на практике будет реализовываться. Ну, после списка, я думаю, уже особо бояться нечего, потому что комментарии по списку от ЦБ были достаточно мягкие, ну, как бы по брокерам, которые нас интересуют. Ну, да, мы запреждаем, что люди будут решены юридической защитой в российском поле, а запретить работать с американскими, там, с аностранным брокерами мы не можем. То есть, так ЦБ так отвечал. Вот, поэтому, ну, что они сейчас, сайт прикроют? Ну, не знаю, насколько это изменит ситуацию. Я, кстати говоря, надо посмотреть, я знаю, что некоторые брокеры закрыли русскоязычные сайты, вот. Страшного нету там, да. Я вот, честно говоря, ну, я с Айби, когда работаю, русскоязычный сайт, ну, я очень редко на сайт захожу, крайне редко. Торговый терминал там англоязычный, там мне русский язык не нужен. Вот, на сайт захожу очень-очень редко, а что касается Филипп Кэпитал, с которым я работаю уже 5 лет, вообще ни разу на сайте не был. Он, в принципе, не нужен. Поэтому я даже не знаю, там русский, не русский. Общаюсь с ним на английском языке, а что-то на английском приходит. Я понимаю, но они имеют в виду, что если есть русскоязычный сайт, то привлечение легче, потому что человек зашел на родном языке, прочитал, ему легче принять решение, да, вот в таком плане, видимо, логика идет. По-разному, да, многие настолько хорошо, как бы, в английском у нас уже разбираются, да, особенно молодые, с детства, то есть это вообще никакое не ограничение. Сейчас в основном-то молодые на рынке. Да, гораздо более серьезное ограничение, конечно, это по прямой, такой запрет на выдачу в сайтах, ну, в ресурсах поисковиков того же Google или Яндекса. Ну что, вот оно такое, как бы, ничего с этим не сделаешь. Поняли вас? То есть мы, так сказать, продолжаем все-таки основную тему, это разделить список на три части. Этот закон, он, в принципе, просто привел в соответствие те требования Банка России, видимо, Банк России там сейчас, естественно, инициировал и так далее. А единственное, кстати говоря, я хочу обратить ваше внимание на то, что почему-то никто не обратил внимания на то, что первые результаты нашего выступления есть. Вот, а если вы помните, мы возмущались с вами, когда обсуждали на круглом столе эту тему, что назвали черный список, Blacklist он назывался, ну, в банке cbr.ru, Insight и Blacklist. А теперь они переименовали, теперь называется Warning List, то есть не черный список, такое страшное название, а Warning List, то есть предупреждающий список, как бы, да? Ну, хоть что-то, понимаете? Хоть какой-то результат есть, потому что само по себе название, конечно, было очень серьезным. Все, друзья, поняли. Так что, Илья, видим, что вы не паникуете. Следующее. Все-таки задам третий вопрос. Значит, поскольку вижу ваши публикации многочисленные на эту тему. Значит, есть, выпустил Минздрав порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19. Ссылочку в чате даю, друзья, тоже можете все ознакомиться, кому интересно, на досуге. Вот. Я обратил внимание на комментарии журналистов, что там есть пункт такой. Хотя вакцина против COVID-19 защищает человека от серьезного заболевания и смерти, до сих пор неизвестно до конца, в какой степени она предохраняет от заражения вирусом и предотвращает его передачу другим людям. Ну, то есть отмечено, что главное, что позволяет привести болезнь легче и не умереть, да? Но в то же время вакцинированный, не факт, что он не может снова заразиться, и не факт, что не сможет передать другому человеку. В этой ситуации я сегодня утром обсуждал, хочу узнать ваше мнение. Вам не кажется, что полета за границу надо запретить? Потому что, ну как, если нет гарантии того, что он и сам не заразится, и нам не привезет, нафига нам эти риски? Ваше мнение, Илья? Нет, ну, сугубо с медицинской точки зрения, да, вакцинация, она не предотвращает возможное заражение и повторного, и передач, да, то есть они точно так же могут быть переносителями, но смысл вакцины в двух вещах. Первое в том, что сам человек, который прошел вакцину, он, если заболеет, то переболеет намного легче, вот, и, собственно, смертность там намного сильнее падает, вероятность и осложнений, и все остальное. Вот, а второй момент, если большинство населения вакцинируется, то вирус сам по себе начинает слабеть, даже для тех, кто не вакцинировался. То есть он, в принципе, с каждой последующей передачей по этим людям, которые уже не боятся вируса, он будет затухать и затухать в каждом из этого. В принципе, если бы мы не боялись смертности, то не нужно было бы делать никаких локдаунов, вирус бы очень быстро прошел по популяции, умерло бы там около 2%, но он бы закончился, как оно было примерно со спанкой. Вот, и вот эта вот затяжная борьба, локдауны, вакцинации и все остальное, они нужны исключительно для того, чтобы снизить последствия, как бы, да, и в любом случае вирус умрет, ну, скажем, затихнет очень сильно, как все остальные гриппы и так далее, но с гораздо меньшими последствиями для популяции. То есть в этом смысл. Но ни в коем случае вакцинация не предотвращает возможность заражения. Поэтому тут, если вакцинированные начнут летать по миру, то с точки зрения осложнений вакцинах будет защищать, а с точки зрения затухания вирусов в целом мире, то это даже будет способствовать скорейшему затуханию. То есть если вакцинированные будут распространяться по миру, например, в Израиле, я знаю, вакцинировалось почти 100% населения, да, есть еще ряд стран, где почти все вакцинировались, и они сидят в своих странах. Если они будут летать по миру, то они будут способствовать тому, что средняя, как бы... О! Илья, Илья, вас выбило, вернитесь, пожалуйста. Алло? Да, да, вы вернулись, ага. Если они будут летать по миру, то средняя... Что будет происходить? То среднее количество вакцинированных вне Израиля будет тоже повышаться, да. Ну, незначительное, конечно, но все равно там... Там сколько-то, 5 миллионов, я не помню. Вот. То есть, в принципе, если мы хотим в целом, чтобы вакцинированные люди помогали снижению распространения коронавируса, они как раз должны летать. Вот. Потому что они принимают на себя часть этого вируса, ослабляют его, и он, передаваясь от них дальше, он уже более слабенький. Ну, суть-то... Илья, вот мне... Коллеги, у меня сразу... Я когда послушал ее, у меня сразу две мысли возникло. Первая мысль, что Илья собрался за границу и ищет себе воральное оправдание. Нет. А второе... Нет. Я вспомнил анекдот. Уже на тему коронавируса, друзья, много анекдотов. Это хорошо, юмор помогает пережить все детства и невзгоды. Анекдот такой, что Иван Петрович убедил всех, что антитела передаются половым путем, и провакцинировал половину деревни. Знаете, так и здесь. Давайте объедем весь мир и перенесем свои антитела. Ну, там, нам-то... Если мы не вакцинировались, нам, конечно, надо дома сидеть, безусловно. Я говорю, а те, кто вакцинировался, то есть их можно выпускать. Им мало что угрожает. А те, кто не вакцинировался, ну, конечно, надо беречься. Конечно. Ну, короче. Я еще не вакцинировался. Может быть, еще. Я пока думаю над этим вопросом. Я склоняюсь, конечно, к вакцинированию, потому что, ну, мозгом я понимаю, что это надо, вот, с учитывая все там медицинские, ходящие, вот, но чисто интуитивно, не знаю, другую часть у тела. Мне очень не нравится, конечно, то, что происходит. В целом очень много врут, очень много информации противоречивой о тех же самых врачей. И, в общем, ну, здесь есть над чем подумать, как бы, да, то есть, если будет не было всей вот этой вот истории, с самого начала, очень странной, с локдаунами, со всем остальным, просто прививка пошел, привился. Вот. Ну, постоянно, постоянно меняются входящие штаммы, все эти новые, там, и так далее. Я вот пытаюсь какие-то свои просто, ну, совершенно безэмоциональные, здесь, там, и расследования проводить, просто беру открытые источники информации, и уже там вижу огромные несоответствия. Вот, если мы в ВОЗ возьмем данные, да, официальные, то они показывают по всему миру, соответственно, там, 2% примерно смертности от заразившихся. Кстати, до сих пор, да, они как показывали полтора года назад, так до сих пор показывают. Истерия растет, смертность не растет. 2%, причем в основном эти 2% формируют, конечно, люди 70+. А, например, вот по моей возрастной категории, вероятность именно умереть, заразившись, 0,9%. Да? Но, как эти цифры берутся? Они берутся, когда сравнивают число зарегистрированных заразившихся с числом зарегистрированных умерших от коронавируса. Но при этом абсолютно все утверждают, медики в том числе, что статистика по заразившимся очень сильно занижена. Потому что очень многие люди, кто переболели коронавирусом, особенно бессимптомно, они в эту статистику не попадают. Вот. И, соответственно, даже медики говорят осторожные оценки, что число реально заразившихся по миру больше в 10 раз. О-о-о! Да, ну, как бы вот не 2% по миру. Да, вот сейчас, если вы посмотрите, сколько процентов по миру заразившихся, это 182 миллиона из 7,8 миллиарда человек. То есть заразившихся сейчас официальная статистика переболела коронавирусом 2,24%. 2% в мире, по официальной статистике ВОЗ, всего лишь переболела. И из них, из этих 2%, 2%, 2,13% умерло. То есть умерло всего менее 0,005% населения, 0,05% умерло сейчас. Такая истерия идет. Вот, но, не говорят, реально переболела больше, минимум в 10 раз. То есть не 2% населения, а 20% населения переболело. Потому что, ну, как бы, переболевшие не идут в статистику. Но умершие-то от коронавируса точно в статистику идут. Там же как? Там же морг, там же все дела, да? Умершие-то мимо больницы не пройдут. Значит, получается что? Что по умершим статистика правильная, а по переболевшим она занижена в 10 раз. А что это означает? Это означает, что реальная смертность по ковиду как минимум в 10 раз меньше, чем нам показывают. То есть, значит, общая смертность по ковиду среди заболевших примерно 0,2%, из которых, опять же, большинство это, это самое, старики, да? 70+. А по моей возрастной категории вероятность умереть тогда не 0,9%, а 0,09%. Вникает вопрос, зачем прививка? Да, то есть, если смертность от ковида, но точно меньше гриппозной даже, по этой статистике, зачем прививка? Вот, но говорят, что из-за осложнений, да? Окей. Я полез подробно в эту тему по осложнению. Во-первых, статистики официальной по осложнениям нет. Есть только мнение разных врачей, которые оценивают, да, вот эти вот осложнения. Ну, говорят, 30% осложнений. 30%. Причем это очень разные осложнения. Это как от того, что у человека пропало обоняние, и он не чувствует вкуса пищи, и неизвестно это навсегда, или это вот там на год, на два, это же всего-то история небольшая, да? Ну, конечно, жить без обоняния – это очень плохо. Я бы не хотел, вот. Но неизвестно, да, насколько это долго, и, в общем, попадешь ли ты в это число, непонятно, да? Вот. Потом, значит, говорят, что у многих позитивные, как бы, последствия. Например, есть примеры, когда люди отказались от алкоголя. Напрочь. То есть им после ковида вкус спирта просто органически неприятен, и они его не… Ну, как будто закодировались. Такие есть там вещи. Ну, и так далее, да? То есть разное осложнение. Ну, конечно, основное осложнение, чего бояться – это поражение легких, но, опять же, это очень небольшая статистика. При этом есть еще другая информация от очень надежных источников, что примерно 1% населения, он вообще, взрослого населения, он вообще не заболевает. То есть не то, что там антитела, там антитела, он просто не заболевает. То есть он на тупиже, как бы, не воспринимает изначально. Примерно 1% взрослого населения. Понятно, что дети вообще не болеют, но даже и взрослых 1% еще и защищен тоже. И, соответственно, если мы предполагаем, что заболело минимум 20% населения, эпидемия идет уже полтора года, то, конечно, вот те, кто до сих пор не заболел, то у них вероятность попасть в этот 1% увеличивается. То есть получается, что вероятность умереть – 0,09%, а вероятность вообще не заболеть – 1%. Ну, так-то сравнимое, да, показать. 11 раз больше вероятность вообще не заболеть. То есть, в общем, ну, не все однозначно, да, ну, да, не все однозначно, но при прочих ранах, конечно, надо вакцинироваться, но все-таки это не так опасно, страшно и смертельно, как кричат. Я понял вас. Ну, осторожность надо соблюдать, и я, честно говоря, закрыл бы это все авиасообщение, потому что вот что-то меня пугает, потому что новые штаммы. Кстати, Оксана в связи с этим спрашивает. Оксана – наш участник, вот она сделала себе прививку первую, завтра пишет у меня второй этап, и, конечно, она спрашивает, Илья, когда-нибудь коронавирус пройдет или новые варианты будут, что вы думаете на этот счет? То есть будет, исчезнет коронавирус, как испанка навсегда, или все-таки что-то останется? Ну, никто про него ничего не знает, да, то есть постоянно-постоянно новые информации, новые мутации, новые штаммы и так далее. То есть испанка – это было все достаточно просто, насколько я читал. То есть был один бит вируса, он моментально прошел, его никто никак не останавливал, не то, что там не было никаких карантинов, тогда войны были мировые, там, в общем, серьезно все было, кровь в кишке летели во все стороны в Европе, о ней о какой-то изоляции, естественно, речи не шло. Но она быстро-быстро прошла, в этом смысле прошла по популяции и иссякла, как она обычно и бывает. Так было бы, наверное, и сейчас, если бы не было никаких локдаунов. Пустили бы, вот понимаете, вот если сейчас эту информацию анализировать, так как я анализирую, значит, не 2% умерло бы, а 0,2. 0,2, причем в основном старики, которые и так умерли бы от разного вида других болезней, осложнений. И, в общем-то, старики умирают не из-за ковида, а из-за ковида плюс хронические заболевания, которые так у каждой старости есть. Понимаете, и 0,2% – это уже абсолютно сопоставимо с гриппом. Абсолютно. Поэтому, в принципе, вот сейчас ситуация выглядит, что это изначально вообще ошибка была. Если не брать новые штаммы, о которых нам постоянно говорят, и по которым осложнение все сильнее и сильнее. Вот тогда, да, тогда возникает вопрос, что мы должны смотреть не только на смертность, мы должны смотреть на осложнение. Да, еще Оксана пишет по поводу потери памяти. Ну, не насчет потерь, я слышал мнение ученых, что там действительно есть когнитивные исхожения у ряда людей, и у них падают вот эти вот, как бы, скорость мышления падает, выпадение определенной памяти. Вот актеры, когда болевшие короной, иногда у них текст вылетает. Вот. Ну, такие и такие есть случаи. Но говорят, что все возвращается, да, то есть кому-то быстрее, кому-то мере. То есть таких необратимых, ну, даже уже появился, как бы, термин у них туман, ковидный туман, как бы, в голове, да, то есть люди какое-то время, несколько дней, недели, несколько месяцев, у них вот какое-то затумнение. Ну, когда вот долго не спишь, да, не высыпаешься, вот такое же бывает примерно состояние. Хроническая усталость тоже. Она проходит, но первое время люди вот там проходят там 100 метров и уже присаживаются отдохнуть. Вот. Но все это приходящие в основном, в общем, в абсолютном большинстве, все это потом сходит на нет. Вот. Но такие сложения есть. Понял вас ясненько, Илья. Спасибо большое за ваше мнение по этой очень важной теме. Ну что, друзья, двигаемся ближе к рынку. Илья, как выглядит ситуация с портфелем по заявкам, что там интересного, какие доходности? Сейчас посмотрим. У нас две недели не было. Перетачи. Так, сейчас. Поэтому подведем итоги за две недели. Но я прошлой неделе занес для статистики. Каких делах мы не делали. Пошел экранчик. Да, видим, хорошо. Так. Сейчас покрупнее сделаем. Весь экран. Весь экран. Надо выделить весь экран. А что-то я не понажал этот раз, да? Надо нажать весь экран. Ага. Остановить демонстрацию. Весь экран. И сейчас побежит. Все увидим хорошо. Вот. Ну, идем, как всегда. Начинаем с GX. У нас уже даже поисковик уже знает. Да, ну, на месте. Наша струна прямая продолжает стоять на месте. Записываем. Интересный инструмент попал. Да, ну, что дали нам по заявкам, то мы и торгуем. Все по правилам. Все по-честному. Так. Евро и СД 1871. Чуть-чуть ниже последнего нашего эфира. Так. Tesla. Tesla быстро к веке глянем. 6, 7, 8, 15. Tesla подрастает в общем целом. Мосбиржа. 71, 12. За неделю припала. Мы ее ждем на 184. Уборно. Так. Яндекс. Яндекс у нас 5194. Ходил в 5200. Он нас исполнил. У нас как раз заявка была 5190. Исполнилось. Тоже мы его ждали. 31 мая. Исполнился он в конце прошлой недели. 1 числа. Вот. Мы его соответственно сюда запишем. 1 июля 5190. И план можно стереть с чистой совести. Он исполнился у нас. Так. Это 24-я заявка. Пут СНП должен припасть, судя по СНП. СНП растет. Путы должны снижаться. Сейчас посмотрим, на сколько он снизился. У нас январь 22-го года. Очень много времени на то, чтобы дождаться своих цен. 240-й. 0,99 он стоит. Нет, не он. Не он. Так, так, так. 420-й. Что-то не то. 420-й. Пут 1692. Да, припал. Будет нам сейчас статистику портить. Да, 5,1. Так. Сименс. 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 133-47. Тоже чуть-чуть пониже. На всякий случай проверим, куда он там вылетал. У нас 143 заявочка стоит. Ну, не было, да? Не было, не было. 136 максимум ходил, поэтому все правильно мы записали. Так. Дога. Глянем на Bitfenix. 24, 23,4. Тоже припал. Ну, не сильно. Для крипты это нормальное падение. В пределах колебаний внутридневных. Так. Кол на фишку декабрьский. Глянем в хмике. 204. Был 245. Тоже немножко припал. Ну, и кофе. Кофе, кофе, кофе. 153.0.8. 153.0.8. О, у нас 153.9 продажа, да? Сейчас глянем, был ли он выше. По текущей цене он прямо у нас стоит. Второго. Ну, да, он ходил 153.7. Второго числа. Даже 160 тут ходил у нас. Первого числа, да. Поскромничали мы, да? Мы взяли по 150. 2% на сделку я поставил. Это было 22 июня. Вот здесь вот мы брали. Где-то. Это было 150.0. Это было 152.0. Наверное, вот тут вот мы брали. Вот. А, да, 21-го мы брали, поскольку эфир был 21-го у нас. И ставили 153. Он исполнился достаточно быстро. У нас просто не было. Эфира 28-го. И ходил он 162, а сейчас просто спустился. То есть там с огромным запасом иностранная сделка исполнилась. Ну, план взяли. значит, все хорошо. Тоже записываем сразу же на следующий день исполнилось. Соответственно, 25-я сделка у нас исполнилось в плюс. Но припал счет за эту неделю за счет пута на S&P и за счет немножко там доги тоже. 5-я июля. 4,59. Текущая доходность в портфеле. Вот. Такую мы видим коррекцию. Ясненько. 47 у нас в кэше. В принципе, можно заявочку принять. если есть желающие. Может, даже парочку. Здорово. Здорово. Пожалуйста, коллеги, у кого какие мысли есть по рынку? У меня мысль, наверное, касается самой обсуждаемой темы на сегодня. Это нефть. В очередной раз все ждут ее вниз. Некоторые говорят, зуб даем будет 80. Какая у вас позиция, ваш взгляд на нефть на сегодня в моменте? Я по нефти не драйвен, но не драйвен активно. У меня стрэдл купленный на фьючах. Вот. Ну, на синтетические. Колы куплены, фьючи проданы и я фьюча митингами. В общем, прикрытые интродэемы у меня сейчас на стрэдле выстроены на нефти. Никуда сейчас никакого перекоса нет. по взгляду. Мне важно, чтобы она туда-сюда гуляла как можно резче. Вот. Ну, я на лайте работаю. Я понял вас. Ваша позиция понятна. На ваш взгляд, если мы возьмем бренд с целью Take Profit 80, который чаще всего звучит, это вообще сильно безумная идея или, как бы, достаточно обоснованная? Ценник 76,40 сейчас, то есть, это получается 3,40, вернее, 3,60, 3,60 центров это хорошие деньги, я считаю. Ну, давайте по правилам действовать. Я могу взять заявку по онлайн-цене, по нефти, но цель я все-таки выставлю. Самостоятельно. Да, и 80, мне кажется. Высоковато. Высоковато. Нет, конечно, может быть и 80, и 90, и все, что угодно, но в рамках того стиля, который я показываю на передаче, я бы взял все-таки чуть-чуть поменьше цель. Вот, 7,6,5, ну, где-нибудь там, 78,8 я повесил бы тег профит. Аккуратненько. Понял вас. Да, давайте тогда естественно сделаем так тем объемом, который вы считаете нужным и с теми ценовыми ориентирами, которые вы считаете нужным. Давайте так и сделаем. Да, вот насчет объема возьмем 5%, то есть побольше, чем я последнее время беру, но там кофе мы брали на 3, да, ну, опционно понятно, что на меньшую сумму. Поэтому бренд фьючерс. Бренд фьючерс. 7,6,5 ровно. Текущая цена. 78,8. 3% получилось у меня тоже на позицию. Ну, замечательно. Все, друзья, давайте остановим тогда демонстрацию рабочего стола. Есть у меня еще один очень важный вопрос. А, кстати, у нас кофе вышло, да, из позиции у нас побольше, конечно. Опять 47 там. Так, так что, в общем, запас есть. Здорово, здорово. Давайте остановим демонстрацию рабочего стола. и я хочу задать очень важный вопрос. Мы помним, что вы ездили в Москву на суд, знаем, что его перенесли. Вопрос вот в чем заключается. Поскольку всех интересует разрешение интриги, как чикагская товарная биржа отреагирует на запрос, отреагирует ли вообще. есть ли какая-то информация, которую вы можете с нами поделиться, или, может быть, ваше предположение на этот счет, вот именно позиция чикагской биржи в отношении московского суда. Потому что, конечно, это, ну, мы все понимаем, это сыграет большую роль, отзовется или нет, какую позицию займет, будет ли выступать с одной позиции с московской биржи, или скажет, да мы вообще не местные, это все московская биржа, тоже могут быть разные варианты. Есть ли какие-то новости с этого фронта? Ну, они откликнулись, то есть, вопреки злым языкам, которые всегда вычешут все подряд, говорили, что да нет, да они будут игнорировать, да кто такой российский суд, и так да. Нет, они наняли в Москве филиал международной юридической компании, выдали три доверенности на трех юристов, и эти юристы написали отзыв на иск, в котором просят, ну, ходатайство даже написали, в котором просят исключить их из иска на ряде оснований. Вот, мы, соответственно, писали свое возражение по этому поводу, позицию московской биржи мы пока не знаем, узнаем в заседании, на желание Чикагской биржи выйти из процесса, но поскольку московская биржа изначально была против привлечения Чикагской биржи, возможно, они будут поддерживать их вариант исключения из иска. Вот, но посмотрим, скорее всего, судья будет принимать решение на ближайшем создании 8-го числа, и, соответственно, по итогу мы уже объявим, что там будет принято решение. То есть, если чикагскую биржу из иска уберут, значит, будет такое решение, а если оставят, значит, мы локально опять небольшую победку одержим, вернем в русло нашего сценария, как есть. Ну вот, а пока это рассмотрено не будет, естественно, никаких заявлений по существу они не делают. Мы не знаем, какую позицию они заводят. Они сейчас хотят просто из иска уйти. Но то же самое, если помните, делала и московская биржа. Она сначала пыталась уйти из иска, она говорила, что нет оснований, что мы не являемся клиентами, что такие суды рассматриваются вообще в тетейском суде и так далее. То есть по всем основаниям мы отбили, она осталась в суде и только после этого она стала уже своей позиции завязывать. Ну, сейчас проходим нечто подобное с чикагской биржи. Не хотят они с нами судиться никто, но мы их заставляем. Ну так, пока. Понял вас, Илья. Ну что, на мой взгляд, не юристы, а просто, так сказать, участников финансовых рынков, тот факт, что чикагская товарная биржа ответила на запрос московского суда, более того, наняла юристов, это определенная работа, это определенные затраты, я хочу вам сказать, тем более трех сразу юристов наняла, ну и раз три доверенности, значит, три бойца участвуют. Ну, она, если бы, она наняла компанию, да, юридическую, в которой, у нас тоже три юриста ходят, на компанию, три юриста, и еще явно виски, как мечли эксперт. Понятно, нет, ну я к тому, что это затрата, в любом случае, то есть, юристам всегда платятся, это не бесплатная работа, друзья, кто-нибудь. Всегда затраты, То есть, то, что они отнеслись, на мой взгляд, очень серьезно, это без сомнения, а то, что вы говорите, они пытаются выйти из процесса, ну, понятно, что юристы профессиональные, они пытаются найти варианты выхода, и то, что они не хотят участвовать в процессе, мне кажется, здесь все говорит о том, что они понимают, что все-таки какая-то тема есть и к ним. У меня такое впечатление, все-таки складывается. Нет, как бы, те, кто говорили, что как бы вообще они могут проигнорировать, оказались неправы, очевидно, ну, я говорил, что это все глупости, там, да, ну, Чикасская биржа изначально, еще до того, как мы ее привлекли ответчиком, она, естественно, выходила с нами на контакт, если бы этого не было, мы бы не могли ее даже привлечь, то есть, она отвечала на наши запросы, высылала нам информацию, которую мы потом представляли в суд, для того, чтобы ее привлекли, все процедуры досудебные, она в этом участвовала. Долго, конечно, все это было, поэтому нам там два заседания откладывали, но в итоге мы от нее все добились. Они нас не игнорировали с самого начала. Вот они идут по процедуре, в рамках юридических своих возможностей, и уже по процедуре они вот пытаются сейчас выйти из иска, там правовые основания к этому они принесли. А игнорирование это было бы полное отвержение вообще самого, самой юридической возможности, да, как бы участвовать. Ну, понятно. Они этого не отвергают, они просто на юридических основаниях хотят выйти из иска. Я понял вас. Ну, коллеги, это показывает то, что Чикагская товарная биржа ведет себя цивилизованно и, так сказать, уважительно по отношению к российским контрагентам. Я считаю, вот это огромный, огромный плюс этой ситуации. Ну, и, конечно, победа команды юристов, которая российских, которая этим занимается, без сомнения. Определенная победа есть, потому что, насколько я знаю, это все впервые в истории российского финансового рынка. Ну, да, если называть победой то, что происходит впервые, в принципе, да, мы протаптываем дорожку определенную, да, для всех, кто пойдет за нами. То есть уже сейчас уже понятно, что это возможно, что Чикагскую биржу и вообще зарубежную биржу можно привлечь ответчиков в нашу суду, что коллективный иск из слов против московской биржи в арбитражном суде тоже возможен. До этого говорили, что такого быть не может. И так далее, и так далее. То есть мы, да, мы каждым шажком мы улучшаем, как бы, там ситуацию и тем, кто пойдет за нами, будет легче. Но пока, естественно, мы ничего еще не победим. Мы победили все это чисто тактическая работа. И вот мы, наши задачи, пройти на этом пути как можно дальше на самом деле мы сможем. И для того, чтобы победить в этом процессе как максимум, и как минимум для того, чтобы менять в целом вот эту вот юридическую картину вокруг взаимоотношений нас на бирже и взаимоотношений у нас с брокерами, с контрагентами, с московской биржи, с зарубежной биржи, чтобы чтобы юридическая защита в принципе постепенно в нашей стране в этих вопросах начала формироваться. Потому что сейчас ее вообще нет. Нет истории, нет даже прецедента. Никто не пытался в принципе бороться юридически за свои права. Мы пытаемся, ну, две цели и мы преследуем максимум мнению. Да, прецедент получается очень такой явный, зримый и который без сомнения войдет в учебники. Я вообще-то не сомневаюсь, потому что первое привлечение зарубежной биржи, тем более такой крупный, как такая товарная биржа, это, конечно, прорыв сам по себе. Ну, а результат уже какие будут, как суд решит, так и будет. Естественно, будем ждать новостей от вас в будущем. Илья, поняли вас? Спасибо вам большое за рассказ по этой теме. Ну что, будем завершать свою работу сегодня. Итоговый вопрос от меня звучит очень просто. Союз трейдеров, как идет развитие, какие новости, чего ждать осенью, может быть, уже какие-то осенние планы есть? Да, на осени планы есть, но пока говорить не буду, чтобы не сглазить. А сейчас мы, ну, в основном занимаемся теми процессами, которые уже запущены, суды, учебный центр, собственно, и подфель по заявкам, и модельные портфели мы ведем. Вот, в общем, пока вот в штатном режиме. Но определенные, да, новшества, серьезные мы на осень планируем. Во многом это будет связано в том числе и с тем, как будут развиваться наши суды. Нам есть определенная взаимосвязь. Вот. по мере реализации всех этих планов буду сообщать, конечно. Ясненько. Илья, спасибо вам большое. Желаем успешной торговли, хорошего развития событий в портфеле по заявкам, ну и, конечно, самого активного развития союза трейдеров. Да, большое спасибо. Ну, традиционно приглашаю всех подписываться на наши ресурсы. Вот. Может кто-то уже готов и вступить в члены союзов. Ну, те, кто не готов, ресурсы бесплатные, много информации полезной. Вот. Так что подписывайтесь, будете в курсе. Всем удачной торговли. До свидания. Спасибо. До свидания. Друзья, с нами был Илья Королин, председатель союза трейдеров с очень интересным обзором. Ну, то, что портфель по заявкам развивается так, как любой портфель, так жизнь и идет. Потому что иногда пишут и мне, и Илье, я знаю, пишут, что, да что ж такое, там, 5% у вас за полгода, что же вы за трейдеры такие. Друзья, это весь трейдинг такой, когда вам говорят там про тысячу процентов в месяц и так далее, ну, пять раз надо подумать, насколько это реально. Тем более, рынок достаточно сложный сейчас, без сомнения, яркого, тренда нет по многим инструментов, поэтому учеб как идет, так и идет. Друзья, под главным экраном есть баннер MyTradeTV proftraders.ru Национальный союз трейдеров. На этом сайте, друзья, вы можете видеть много интересного, ну, прежде всего, рекламу нашего сегодняшнего мероприятия, естественно. Вот, основные принципы союза, логотип, кстати, очень симпатичный, мне нравится. публикации крайние, вот, запись предыдущих выступлений или причины вступления в союз трейдеров, здесь и социальная защита, статус профессии, обучение и так далее. Всем советую посмотреть, изучить эту тему. Порядок вступления в союз очень простой, заполнить анкету, оплатить взносы и заявления прислать отсканированную версию, заявление вот здесь регистрационная анкета приложена, очень простая, это все одну минуту займет. Часто задаваемые вопросы, друзья, обязательно посмотрите, я уверен, что многие вопросы и, так сказать, сомнения, которые у вас были, они будут объяснены. вот, ну и также ролики есть, можно оставить заявочку на вступление. Так что, коллеги, развитие союзов трейдеров, я думаю, осень, осень, конечно, ждем, потому что лето все-таки традиционное время отдыха, и ничего с этим не сделаешь, да и не надо делать, отдохнуть тоже надо, год был бурный, поэтому люди отдыхают, в сентябре все вернутся, все вернется, и все пойдет, так сказать, с ускоренной динамикой. Ну, и мы тоже, кстати, с вами обсуждали тему, я уже озвучивал на прошлой неделе, о том, что в дополнение к Союзу Трейдеров как общественной организации было бы неплохо создать и политическую партию для защиты прав граждан России на финансовых рынках. Эта тема тоже отдельно обсуждается, она вся будет за кулисами, естественно, потому что там представители регионов заваляют мне сейчас много вопросов, я на них отвечаю. Эта песня долгая, оно-то и Союз Трейдеров создавалось сколько месяцев, ну, а партийная тема еще больше и серьезнее, поскольку там надо создать региональные представительства в 43 регионах, более чем половине регионов России, это 85 регионов. Поэтому, друзья, вот это развитие темы, я думаю, что мы тоже активно в этом поучаствуем в защите прав граждан, выдвижении участников АЮТРАЙД ТВ и Союза Трейдеров на самых разных уровнях, ну, прежде всего, наш уровень, естественно, это региональные законодательные собрания, городские, муниципальные образования, там, мемич каких-то дальних пока у нас нет, да и не нужно, вот, надо решать задачи конкретных людей, конкретных регионах, где эти задачи стоят, где эти проблемы существуют. Так что, друзья, Союз Трейдеров, я считаю, это прекрасная школа борьбы за свои права, и тот, кто хочет быть, действительно, управлять большими активами, своими, или расти в каком-то направлении, связанном с трейдингом, я считаю, что вселенство в Союзе очень важно, там, действительно, огромный объем информации, огромный объем опыта, который нужно учесть, нужно и можно учесть, ну, не говоря уже о моей любимой теме, обучение, я надеюсь, осенью все это пойдет поживее, я считаю, что Союз Трейдеров, его ключевая задача, ну, помимо, наверное, самой ключевой, это создание профессии, вот, вторая задача, это, конечно, профессиональное обучение, честное обучение, чтобы сбить вот эту волну абсолютно левых людей, которые предлагают какие-то фантастические курсы, за фантастические деньги, самое для меня удивительное, что это покупается, то есть я вообще не понимаю, как можно дать 200 тысяч рублей за обучение кому-то, в то время, как есть куча бесплатных лекций на сайте Союза Трейдеров, и плюс ко всему будут ценники на будущее обучение, совсем другие, более цивилизованные, более такие приемлемые, доступные для рядовых граждан. Все, друзья, спасибо еще раз Илье Коровину, добро пожаловать в Союз Трейдеров, всем удачной торговли сегодня. Илье Коровину,